Я обожаю произведения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Как его имя связано с усадьбой Братцева? Здесь некоторое время назад снимался фильм по его поезде «Барышня и крестьянка». А какая романтическая история связана с этим местом? Всем привет! С вами Чики-кэт, и мы начинаем свое путешествие в одной из самых красивых усадеб царской России – усадьбе Братцева. Пошли путешествовать? Эти места известны с древних времен. Но самая интересная история этого места начинается с 1780 года, когда эту усадьбу покупает в качестве отступного самый богатый человек в России граф Строганов для своей супруги Екатерины Трубецкой. Граф Строганов был известный самый богатый человек, о его балах и перах ходили целые легенды. Екатерина Трубецкая прожила здесь, в усадьбе Братцева, в гражданском браке с Иваном Римским-Корсаковым. Эта романтическая история началась в городе Санкт-Петербурге. Иван влюбился в Екатерину с первого взгляда. Она ответила ему взаимностью. Через некоторое время влюбленные были обнаружены. Римский Корсаков был удален со двора. В 1779 году он уехал в Москву. Екатерина последовала за ним. В качестве отступного от супруга она получила имение Братцева. Как предполагают многие историки, усадьба Братцева была построена известным архитектором Андреем Никифоровичем Воронихиным после Отечественной войны 1812 года. В 60-х годах XIX века в этих местах проводил лето русский художник Иван Шишкин. Здесь он нашел вдохновение для одного из своих шедреверов. Полдень в окрестностях Москвы. Последним владельцем усадьбы Братцева являлся князь Щербатов, который был директором исторического музея. При нем было построено несколько построек. Деревянный флигель, водопроводная башня, а также каретные сарая. А в главном доме было проведено телефонное сообщение с Москвой. После Октябрьской революции князь Щербатов передал свое умение в пользу советской власти. С вами была Чеки Кэт. Путешествуйте вместе со мной. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мою страничку в инстаграм. И путешествуйте вместе со мной. А я пошла дальше путешествовать. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!